С избирательной кампанией у нас на этом все, друзья. Давайте перейдем к следующей теме. Мы ее озаглавили так, как Гагаузия распоряжается своими полномочиями. Давайте посмотрим коротенькое видео. Это видео моего интервью Мария Нерация в программе Кутея Нягры+. Где мы говорили, в этой передаче участвовал еще и Петро Маковей, исполнитель директора Ассоциации независимой прессы. Участвовал Штефан Бижан, один из журналистов-расследователей проекта Кутея Нягры+. Где мы обсуждали ситуацию, которая сложилась на ГРТ. И я в рамках этого интервью в конце заявил, что в тех вопросах, которые касаются информационной безопасности Республики Молдова и вопроса организации проведения честных и свободных выборов, у Гагаузии не должно быть компетенций, эксклюзивных компетенций в этой области. Там я этого не говорил, здесь я уточняю. Не должно быть эксклюзивных компетенций в этой области. Давайте посмотрим это интервью и после этого перейдем к комментариям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я завершаю. Если вещь идет о информационной безопасности и свободных веществных выборов, в Гагаузии нечего искать там, как региону, обладать там эксклюзивные полномочия. Что я имею в виду? Ну да, для начала, перед тем, я объясню, что я имел в виду. Это важно раскрыть. Значит, там Гагаузинфо дал вот этот вот кусок видео, и там в Фейсбуке пошло предатель, закрою свой рот и так далее и тому подобное. Ну да, в Инстаграме вот меня поправляют. В Инстаграме это видео есть у них, значит, да. И там, естественно, хейтеры, сторонники, хейтеры, мои хейтеры и сторонники Гагаузинфо, и Ирина Влаг, соответственно, да, ну пошли, в общем, там набрасывать, что называется, дерьмо на вентилятор, понимаете, в отношении меня. Теперь, что я имел в виду? Давайте для начала посмотрим, какими компетенциями обладает Гагаузия, и как Гагаузия пользуется своими эксклюзивными компетенциями. Эксклюзивные компетенции, это те компетенции, которыми управляет исключительно Гагаузинфо, и Кишинев туда практически не вмешивается. Не практически, ну да, практически не вмешивается. У Кишинева там есть какие-то небольшие юридические компетенции, но особо Кишинев де-факто не вмешивается вообще никак. Речь идет о компетенции в области телевидения и радио. У Гагаузии есть своя региональная телерадиокомпания, региональная общественная телерадиокомпания, которая финансируется из регионального бюджета Гагаузии. Это Гагауза радиотелевизион. И у Гагаузии есть эксклюзивные компетенции в области выборов. Имеется в виду в вопросах назначения формирования Центральной избирательной комиссии Гагаузии и в вопросах регулирования и проведения выборов Башкана и выборов Народного собрания. И давайте посмотрим небольшой экскурс, даже не то чтобы экскурс, а посмотрим к чему привели эти компетенции. Что мы имеем с ГРТ и что мы имеем в сфере выборов. Ну, я уже неоднократно говорю и говорю еще раз. ГРТ превратилась в плацдарму и в платформу для агрессивной пророссийской пропаганды. Гагаузия в целом как автономия была создана для сохранения развития гагаузского языка, гагаузской культуры, возрождения гагаузской идентичности, возрождению и восстановлению исторической памяти гагаузского народа. И главную роль в этом, естественно, должна играть общественная телерадиокомпания ГРТ, финансируемая из регионального бюджета. Давайте посмотрим, как ГРТ справляется с этой задачей. С моей точки зрения, справляется никак. То есть, никак не справляется. ГРТ сегодня не стала телевидением, которое производило бы качественный контент, не говоря о контенте на гагаузском языке. Гагаузский язык на ГРТ используется не в прайм-тайм, в каких-то передачах, которые никто не смотрит. Проходят они неинтересно, не пользуются успехом, не пользуются высоким рейтингом. Посмотрите на просмотры этих передач в YouTube. То есть, с точки зрения продвижения гагаузского языка, я бы сказал, что нет. Очень многие, которые смотрят передачи на гагаузском языке, говорят, что мы вообще не понимаем, о чем они там говорят и вообще на каком языке они говорят. Это гагаузский, не гагаузский. То есть, очень многие женщины, которые работали в Турции, говорят, мы лучше понимаем турецкий, чем тот гагаузский, на котором они там говорят. С точки зрения продвижения гагаузского языка, ГРТ с этой задачей и с этой функцией не справился. То есть, это та сфера, где гагаузи обладает эксклюзивными компетенциями. А что происходит на ГРТ? В ГРТ происходит постоянная борьба. ГРТ переходит как переходящее знамя от одного политика к другому. И за ГРТ идет постоянная борьба как за инструмент информационного влияния. То есть, каждый политик, который приходит к власти, пытается взять контроль над ГРТ для того, чтобы толкать и впаривать свою пропаганду. То есть, как бы продвигать себя. ГРТ сегодня очень активно продвигает кандидата Виктора Петрова. Не будем забывать, что редактор новостного отдела, по-моему, если я не ошибаюсь, Валентина Короляк, является членом команды Виктора Петрова. Редактор канала, извините, Валентина Короляк. Журналист с опытом пошла. Вторая журналист, по-моему, тоже в его избирательном штабе. Елена Карасиния-Подевича. И Ледакогла, я сейчас не знаю, какая у нее фамилия. Ну, что это? И вообще нарушаются абсолютно все геонтологические нормы. То есть, там происходит постоянная борьба политиков друг с другом для того, чтобы контролировать этот канал. И этот канал занимается не тем, чтобы информировать ГГУское общество об актуальных проблемах. Поднимать актуальные темы, продвигать ГГУский язык, продвигать ГГУскую культуру, восстанавливать ГГУскую историческую память. То есть, ни одного документального фильма не произвели. А занимается тем, что обслуживает политические интересы определенных людей, которые находятся у власти. И пророссийских кандидатов, пророссийских политиков в ГГУ. Вот к чему привела ситуация, при которой у ГГУ есть особая компетенция в этой сфере. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит в... И это, кстати, используется не во благо ГГУ. Это используется во благо отдельной категории политиков или определенных групп политиков, которые используют телевидение в своих интересах. Что от этого имеет ГГУ? 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 Абсолютно ничего. Теперь давайте посмотрим, что происходит в области выборов. У ГГУ, как я сказал, есть особые компетенции в вопросах регулирования выборов Башкана и выборов Народного собрания. И в вопросах регулирования назначения и деятельности Центральной избирательной комиссии ГГУ. Кишинё сюда, во всяком случае, до сих пор и сейчас вообще не вмешивается. То есть, всё регулируется законом, который приняло Народное собрание. Организуются выборы Центральной избирательной комиссии, которая назначила, утвердила Народное собрание. Делегируются туда члены по три члена из девяти. Три от Народного собрания, три от Исполнительного комитета и три от судебных инстанций, функционирующих на территории ГГУ. И Народное собрание принимает закон и так далее. И что мы имеем? У нас постоянно какие-то скандалы с этими выборами. Да, вспомним 2018 год, до выборы в восьмом, если не ошибаюсь, округе в Вулканештах. Выборы и результаты выборов были подведены на основании какого-то протокола, который был найден непонятно на какой-то улице, в какой-то машине в городе Вулканештах. Председатель Железного избирательного бюро просто испарилась, ушла в больницу, сказала, что у нее то ли инсульт, то ли непонятно, то ли непонятно что. Подсчета голосов не было. И Центральная избирательная комиссия без нормального подсчета голосов взяла на себя обязательство утвердить результаты этих выборов. Ну где это слыхано вообще? То есть протокол, который был заполнен на коленке непонятно где, стал основанием для утверждения результата выборов. Такое что-то подобное я не слышал, что бы Кишинев делал на выборах последние несколько лет, а как минимум десяток лет. После того, как Центральная избирательная комиссия Республики Молдова укрепила свои компетенции, укрепила свои полномочия, когда международные партнеры усилили Центральную избирательную комиссию как орган, привезли туда компетенции, усилили компетенции, навыки и знания работников Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, членов Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, там такого бардака не происходит. А здесь, давайте вспомним 2019 год, я не слышал, что бы на национальном уровне, на выборах, которые организует Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, Вдруг откуда ни возьмись, работа из 40% избирательных участков продлевалась на целый час. После того, как депутат от определенной партии пришел и сказал председателю участкового избирательного бюро продолжить работу после 9 часов, когда избирательные участки должны были быть закрыты и не было никакого основания продлевать работу этих участковых бюро и избирательных участков. В Гагаузии 40% почему? Потому что Ирине Влаху нужно было добрать явку, чтобы выборы состоялись с первого тура и чтобы Ирина Влаху не проводила второй тур. Это же вопиющее нарушение принципов свободных и честных выборов и вопиющее нарушение законодательства Гагаузии и вообще международных стандартов. С этими списками постоянная какая-то непонятка. На национальном уровне постоянная цифра 130 тысяч и эта цифра не снижается. И для того, чтобы не подгонять под явку, снизили порог явки для того, чтобы не было необходимости манипулировать данными или с цифрами в избирательных списках. В Гагаузии постоянно непонятно. То 96 тысяч, то 106 тысяч, то 115 тысяч, то 110 тысяч. Вот сейчас вообще дали цифру 92 тысячи. Откуда 92 тысячи? Почему 92 тысячи избирателей в Гагаузии? Кто-то может объяснить? Никто не может объяснить. Говорят, демографическая ситуация. А что, на выборах парламента демографическая ситуация как-то меняется? Здесь на выборах парламента и выборах президента голосуют те же самые Гагаузы или жители Гагаузии, которые проживают на территории Гагаузии. То есть те же принципы внесения в избирательные списки. Но там почему-то 130 тысяч избирателей на выборах президента и на выборах парламента Республики Молдова. И на выборах президента вышло 68 тысяч. А здесь в Гагаузии постоянно жалуются на то, что демографическая ситуация меняется. Да ничего она не меняется. Просто кому-то нужно подгонять число избирателей под определенную явку, для того, чтобы выборы состоялись или не состоялись. Постоянно какие-то истории качались с прописанием людей от одного округа в другой. То есть соседних сел в то село, где нужно кандидату. Понимаете? Вот к чему привело обладание Гагаузии эксклюзивной компетенцией в этой сфере. У нас нет честных выборов, у нас нет свободных выборов. Центральная избирательная комиссия используется как инструмент для манипулирования с результатами выборов и подгона этих выборов и результатов в угоду каких-то определенных групп и интересов. У нас общественная телерадиокомпания превратилась в плацдарм и платформу для продвижения агрессивной пророссийской пропаганды и антигагаузской пропаганды. И вот к чему привели особые компетенции Гагаузии. И у нас никто не говорит в Гагаузии, ни один из политиков не говорит о Гагаузии, а в экономических компетенциях. Потому что никто же не хочет заниматься развитием экономики. Для того, чтобы развивать экономику, нужно работать. Мы потеряли финансовые компетенции. Об этом никто не говорит и даже не поднимает вопрос о возвращении финансовых компетенций. Я про ту же самую налоговую инспекцию. Потому что сегодня статус автономии и гагаузской автономии ниже, чем статус любой премарии. Даже у простой премарии есть налоговый специалист, а у Гагаузии нет органа, который занимался бы налоговым администрированием и контролем. У большой премарии есть департамент, у Гагаузии нет вообще ничего. И это важнейшая, фундаментальнейшая компетенция для регионов с особым правовым статусом. Как говорят американцы, no money, no honey. То есть какая-то автономия, если у тебя нет финансовых компетенций. Финансовые компетенции есть, но органа, который занимался бы реализацией этих финансовых компетенций, то есть отслеживать за поступлением налогов, за сбором налогов, органа у нас нет. И никто не чешется, понимаете. Отобрали это в 2016 году и никто не чешется, как будто так и должно быть. Компетенции, которые Гагаузии на самом деле нужны, которые в интересах жителей Гагаузии, которые в интересах гагаузской автономии, про эти компетенции мы не говорим. А компетенции, которые нужны определенным группам интересов для того, чтобы укреплять свою власть и застолбить, что называется, власть за собой, об этих компетенциях мы говорим. Посмотрите, о каких компетенциях говорят гагаузские политики. Дайте нам 5 квот в парламенте, чтобы мы рулили и получали статус депутата и могли этим статусом, не знаю, козырять, торговать, выторговывать для себя какие-то личные блага, да, и суд они хотят себе создать, представьте себе, да, с коррупцией бороться они хотят, но суд они создать хотят, понимаете, суд уложения, я представляю, если еще в Гагузии будет суд уложения, тут вообще такой бардак настанет, такой беспредел, что мама не горю, понимаете, значит, компетенции в какой области они не хотят, да, то есть они требуют компетенции, компетенции, которые укрепляют их политическую власть и не требуют компетенции, которые действительно нужны Гагузии, а да, еще они хотят, дайте нам побольше денег, да, Григорий Узин говорит, дайте нам побольше денег, да, это не ГРУ, это политики Гагузии, да, и не вмешивайтесь в наши дела, потому что если вы вмешиваетесь, значит, и не трогайте нас, потому что если вы нас трогаете, начинаете интересоваться, что вы делаете с деньгами, как вы их тратите, значит, вы вмешиваетесь в наши компетенции, значит, денег нам дайте побольше и не вмешивайтесь в наши дела, оставьте нас делать то, что мы хотим, дайте нам возможность создать свой суд, чтобы мы тут сами разруливали ситуацию. Так кому нужна такая гагузская автономия? У меня вопрос. Она нужна кучке политиков, которая сегодня захватила власть в Гагузии. Не самыми легальными и не самыми честными способами. Давайте признаемся честно, потому что последнее народное собрание и состав народного собрания был сформирован в результате выборов, про которые говорили, что там покупаются голоса, много коррупции и так далее. И эти люди пришли, захватили народное собрание, захватили ГРТ, и теперь хотят побольше денег. И хотят, чтобы Кишинев не вмешивался во внутренние дела Гагузии. Так это получается что? Это какой-то край, где не функционирует закон? А как Кишинев не будет вмешиваться? Так если Кишинев не будет вмешиваться, если такой беспредел настанет, что мама не горюй. Понимаете? Вот какие компетенции хотят в Гагаузии. И вот, когда я говорю, что у Гагаузии не должны быть компетенции в определенных областях, я именно это имею в виду. Я считаю, что у Гагаузии должны быть побольше эксклюзивных компетенций в вопросе экономического развития, которые приведут к экономическому развитию регионов. И исключить у Гагаузии такие политические компетенции в таких важных и стратегических областях, как информационная безопасность, как судебная власть, вообще не должно быть никаких компетенций в Гагаузии. Как правоохранительные органы, может быть какая-то местная муниципальная полиция, но ни в коем случае не своя прокуратура, не своя центральная избирательная комиссия. Я считаю, что центральная избирательная комиссия Республики Молдова должна организовать выборы здесь, в Гагаузии. Проводить их, да, безусловно, должны быть участковые избирательные бюро на местном уровне, но организовать должна центральная избирательная комиссия Республики Молдова в соответствии с законодательством Республики Молдова. Потому что у Республики Молдова есть международные обязательства по организации и проведению честных и свободных выборов на территории Республики Молдова. У Гагаузии их нет, потому что Гагаузия не является субъектом международного права. Субъектом международного права является Республика Молдова. Поэтому эти эксклюзивные компетенции должны быть у Республики Молдова, чтобы Республика Молдова могла гарантировать или обеспечить проведение свободных и честных выборов и создать условия для волеизъявления граждан. А когда Республика Молдова в этом не участвует, у нас и нет ситуации, где мы имели бы свободные и честные выборы в Гагаузии. И последние избирательные кампании Башкана по выборам Башкана и последние выборы в Народное Собрание прямое тому подтверждение. Вот что я имел в виду, когда я говорил о том, что компетенции Гагаузии нужно в каких-то областях пересмотреть, изменить фокус, перефокусировать их на вопросы экономического развития и убрать эксклюзивные компетенции в таких важных и стратегических областях, как информационная безопасность, безопасность в целом и вопросы организации проведения выборов. Потому что эти компетенции используются для захвата власти и захвата политической сферы Гагаузии, что мы на сегодняшний день и имеем. В угоду определенных групп интересов, которые торгуют этими интересами Гагаузии перед такими партнерами в кавычках, как Российская Федерация и так далее и тому подобное. Вот что я имел в виду. Если мы задумываемся о благе Гагаузии, то мы должны об этом говорить и мы должны это требовать. И это должны требовать все жители Гагаузии. И чтобы гагаузские политики не ходили и не говорили от лица и от имени гагаузского народа. И использовали компетенции Гагауз, которые принадлежат к гагаузскому народу и гагаузской автономии в своих личных целях и в угоду своих каких-то хотелок и в угоду своего какого-то личного политического статуса. Это нам не нужно. От этого не выиграет ни один житель Гагаузии. От этого выигрывают только они, которые находятся у власти и в кавычках представляют наши интересы. Никаких на наших интересах не представляют. Они представляют свои собственные интересы. Гагаузии. Гагаузии. Гагаузии.